Если тебе снова нечего смотреть, так ты по адресу. В эфире подборка новинок турецких сериалов, которые хочется пересматривать снова и снова. Что важно, подборка получилась разножанровая, поэтому её нужно смотреть до конца, чтобы ничего не пропустить. Не буду вас томить и перейду сразу к подборке. Открывает сегодняшний топ турецкий сериал «Радость моей жизни». В главных ролях снялись Митин Жашкун, Талгат Экин, Шипнем Базаглу. Красавица Нише всегда мечтала, как станет хорошим специалистом в медицине. Она с удовольствием училась, получая знания, которые пригодятся в будущем. А потом легко поступила в мединститут. Получить диплом помешали романтические взаимоотношения с парнем по имени Мустафа. Любовь разгорелась необычайно быстро и стала такой страстной, что пара решила пожениться в ближайшее время. Образование пришлось отложить на потом, так как родилась дочь, а потом появился на свет и маленький сынишка. Когда дети подросли, мать семейства принимает неожиданное решение. Она устала от вечных сковородок и кастрюль, поэтому объявила родственникам, что собирается вернуться к учебе. Удивленным членам семейства пришло в голову поспорить, но Нише не из тех, кто отступает от поставленной цели. В скором времени она возобновляет занятия и оказывается одной из лучших. Жизненный опыт помогает находить выход в самых сложных ситуациях. Вскоре она успешно проходит все этапы и становится врачом. В сериале «Принцесса без короны» в главных ролях снялись Фериде Четин, Мустафа Карентапе, Исмаил Хаджиалу, Элиф Куртаран, Далгаты Кин. Этот сериал рассказывает истории девятилетней девочки по имени Масал, Элиф Куртаран. Все свое детство она провела заботливой матерью Сирин, Фериде Четин. Масал – милый и наивный ребенок, который не знает о жестокости этого мира. Она очень любит свою мать Сирин и ее фантастические рассказы. Однако Масал еще не знает, что очень скоро ей придется противостоять коварному миру взрослых. Неожиданно у Сирина обнаруживает сердечное заболевание и она попадает в больницу на лечение. Девочка остается совсем одна и в столь юном возрасте она будет бороться за свою жизнь. В этой борьбе Масал из нежного ребенка постепенно превращается в дерзкую девочку. К счастью, в жизни главной героини появляется школьный учитель Эвгин – Исмаил Хаджиалу. Ее новый классный руководитель, который готов протянуть девочке руку помощи, чтобы она не потонула в бездне жестокости. Со своей стороны Масал чувствует поддержку Эвгина. Ей больше не кажется, что мир объединился против нее. Кроме этого, она сближается с его собакой Кафте. Понимающий учитель во всем поддерживает девочку. В то время, как она мечтает только о том, чтобы ее больная мать Сирин, наконец, вылечилась и вернулась к ней. Тогда они снова могут жить вместе и Масал будет слушать ее волшебные сказки. Однако, пока Масал надеется на лучшие, на ее жизненном пути появляется подлый отчим Фуат – Толгат Экин. Он строит планы, чтобы отомстить Сирин и ее дочери. И не остановится ни перед чем, чтобы навсегда разлучить их. Когда же Сирин после курса лечения, наконец, выписывает из больницы, она хочет вернуться домой. Фуат делает все возможное, чтобы она больше никогда не увидела Масал. В сериале «Магарсус» в главных ролях снялись Чалар Эртурул, Мерве Диздар, Беркай Атэш. Сюжет рассказывает драматическую историю семейства Курак, проживающей в Сарыбахче. Семейство Курак весьма уважаемое в округе и ведет свой бизнес уже далеко не один десяток лет. Основной бизнес составляет торговля цитрусовыми фруктами. Внутри семьи очень часто возникают ссоры и разногласия между членами семьи. Каждый старается проявить свой характер и уверен, с его мнением должны считаться все остальные. Желание доминировать всегда становится причиной частых конфликтных ситуаций в семействе. Однако, очень скоро эти разногласия отходят на задний план. Когда годами построенному бизнесу грозит серьезная угроза разорения. Дело в том, что на рынке в регионе внезапно появляются новые конкуренты. В ход идут незаконные методы, против которых следует пользоваться такими же агрессивными методами. Когда семейство Курак сталкивается с серьезной опасностью развала своего бизнеса, то приходится забыть внутри семейные разногласия, а наоборот – сплотиться в единый кулак для жесткой борьбы с противником. Следить за сюжетом, где постоянно на передний план выходит противостояние, угроза, месть, обман и верность – это интригующе и любопытно. Если вы уже смотрели этот сериал, не забудьте написать в комментарии отзыв, чтобы помочь остальным с выбором – смотреть или не смотреть этот сериал. В сериале «Синий изгнанник» в главных ролях снялись Дамласан Мес, Серкан Алтунарак, Джанер Джиндарук, Рухи Сары. За плечами Агуза была насыщенная жизнь, и, конечно же, в ней имелось то, что рвало его душу от боли. Когда-то он служил в специальном подразделении, и в своей профессиональной судьбе он добился немалого успеха. Супруга Айда гордилась заслугами мужа и его смелостью, но так происходит, что именно служба Агуза становится причиной гибели Айды. Мужчина убит от горя, он остался без любимой женщины, а кроме того, ему следовало побеспокоиться о будущем двоих детей. Агуз принимает решение сменить место проживания. Семья перебирается в город, расположенный на побережье Мармариса. В этом местечке вдовствующий мужчина полагал, что станет жить спокойно и беспечно, обеспечивая детям то необходимое, что им требовалось. А это были безопасность и спокойствие. Но случается так, что он знакомится с необычной девушкой Дефне. Она работает менеджером по развлечению на Кипре. Незнакомая Агузу девушка попала в беду, и он ринулся ее спасать. Когда жизнь Дефне была вне опасности, Агуз не распрощался с ней. Девушка была признательна мужчине, спасшему ей жизнь, и она не была против того, чтобы продолжить с ним общение. Вот только Агуз, как человек, умудренный своей непростой бывшей службой, подозревает Дефне в утаивании правдой. Сериал «Безграничная любовь» или «Любовь без границ». Основная сюжетная линия сериала построена на истории любви двух влюбленных, которые относятся к разным социальным слоям общества. Сериал начинается с того, что Халил Иврагим спустя 20 лет возвращается в родной город, чтобы отомстить убийцам своего отца. С другой стороны, он влюблен в девушку, которая относится к семейству врагов. В центре сюжета две мафиозные семьи. Влюбленные, как будто из разных миров, они родились и воспитывали в семьях с различным достатком. У одного с самого рождения было все самое лучшее, а другой рос в окружении любви своих родных, постоянно нуждаясь в самых необходимых вещах. Но эти две семьи враждуют между собой еще с давних лет. Но несмотря на это, есть одно общее чувство – любовь между прекрасной девушкой и отважным парнем. Целью является месть, которая тщательно вынашивается. Но ради своей любви молодые готовы сражаться со всем миром и устаревшими правилами общества. Когда есть любовь, можно преодолеть и победить что угодно. Основная мораль сериала построена на борьбе за сильные чувства, за бесграничную любовь. Если вам интересны мои подборки, подпишитесь, чтобы нам не терять друг друга. Что ж, ставьте лайки, пишите комментарии. А я продолжу стараться. До скорой встречи с новым видео! Субтитры сделал DimaTorzok